МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация по вечеринке, в России остается напряженной. Всемирный день борьбы со СПИДом. Переходя даже на зеленый снег, ситуация на стопорах для вас будет гай. Лучше посмотрите лишний раз. Пропускаю, остановитесь, посмотрите. Инспекторы ДПС в гостях у младших школьников. Следующая подсказка – это вентилятор. Квест-игра в образовательном учреждении. А теперь об этих и других событиях подробнее. 23 года назад, 30 ноября 1993 года, двуглавый орел вновь утвержден гербом России. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Борис Ельцин. Восстановление двуглавого орла как государственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории. В здании бывшей гостиницы «Смоленск» открылся арбитражный суд. В облике здания удалось сохранить историю Старого Смоленска. Общая площадь здания, в котором разместились залы и офисы областного арбитражного суда, составляет более 6 тысяч квадратных метров. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Седунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Завершается работа по формированию проекта местного бюджета на 2017 год. На этой неделе делегация нашего города находится в Венгрии, в посёлке Побратиме Герьен. У нас участвует как детский хореографический коллектив, так и представители администрации, и представители бизнеса. «Из Десногорска, Рославля, и планировалось всё со Смоленска. Тоже будет проходить и бизнес-форум, и творческие встречи, и официальные мероприятия». Две многодетные мамы нашего города награждены почётными знаками имени Анны Тимофеевны Гагариной. Таким образом, уже 14 матерей Десногорска заслужили этот высокий региональный знак. 29 ноября в школах прошло пробное тестирование по русскому языку для выпускников 9-х классов. «Главная задача этого тестирования, прежде всего, познакомить с кимами, это контрольно-измерительными материалами, и снять психологическую, так скажем, боязнь детей перед теми формами, которые они будут заполнять во время экзамена». Выпускники 11-х классов Десногорска примут участие в инженерной олимпиаде, которая пройдёт 4 декабря в Смоленске. Итогом станет получение целевого направления от Смоленской АЭС на обучение в лучших профильных вузах страны. В адрес главы Десногорска направлены предложения об установлении особого противопожарного режима на территории города. Сейчас зарегистрировано 16 пожаров, рост составил 23%. В декабре работники ФОК Десна пройдут обучение на курсах повышения квалификации, так как с 2017 года на них ляжет серьёзная нагрузка по приёмке норм ГТО у взрослого населения города. В канун празднования Дня неизвестного солдата 2 декабря на Кургане Славы с 10 до 12 часов состоится возложение венков и цветов в свободном режиме. Смоленщина заняла 51 место в рейтинге самых трезвых регионов России, за год опустившись на 5 пунктов. Первые три места в топ-85 занимают Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими признали Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Коми. В Смоленской области прививки от гриппа сделали почти 320 тысяч человек. Это чуть больше 34% от всего населения региона. Из этого количества почти 62,5 тысячи – это дети. Такие данные привели в областном управлении Роспотребнадзора. В школах и других образовательных учреждениях Десногорска проходит всероссийская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Как совместные усилия врачей, психологов и педагогов помогают привлечь внимание молодёжи к проблемам эпидемии ВИЧ, расскажем в нашем сюжете. Во всём мире считают, что молодёжь больше всего подвержена опасности заразиться СПИДом. В нашем городе ведётся комплексная профилактическая работа по борьбе с угрозой заболевания среди школьников и студентов. С этой целью накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом врачи медсанчасти 135 проводят лекции во всех образовательных учреждениях. Они объясняют, в каких случаях можно заразиться, какая категория людей наиболее подвержена этой угрозе, чем инфицированный человек отличается от больного СПИДом, какие существуют способы защиты от этой болезни, где можно пройти обследование и как лечится это заболевание. Чтобы всё-таки довести до сознания нашей молодёжи, что заболевание такое есть, что себя надо предохранять, значит, должен быть или один половой партнёр, или пользоваться презервативами, не использовать шприцы, значит, какие-то грязные, не пользоваться наркотическим средством. Вот цель такова. В следующем выпуске мы расскажем, какие акции, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдут в школах нашего города. Блок криминальных новостей. Утром 29 ноября на трассе Десногорск-Якимовичи произошло ДТП. Водитель автомобиля Рено Сандера на скользкой дороге не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Машина получила технические повреждения, пострадавших нет. С 21 по 28 ноября в Десногорске проходила профилактическая операция «Пешеход». За неделю сотрудниками полиции выявлено 13 нарушений правил дорожного движения пешеходами и 11 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. Нарушители привлечены к административной ответственности. Учить детей правилам дорожного движения нужно с самого раннего возраста, считают инспекторы ДПС Десногорска. И с удовольствием встречаются с юными горожанами. Наша съемочная группа стала свидетелем необычного мероприятия, организованного для второклассников первой школы. В гости к ученикам 2-го А и 2-го В пришли инспекторы ДПС Денис Добренков и Сергей Радченков. На внеклассном уроке завязалась живая беседа. Дети были отнюдь не пассивными зрителями. Они наперебой рассказывали правила дорожного движения, вспомнили об истории светофора, посмотрели отрывки мультфильма, во время физкультурной паузы поиграли, ответили на сложные вопросы учителя. Переходите улицу при зелёном свете. Перебегайте улицу перед транспортом. Гости выступили перед ребятами, напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и ответили на вопросы детворы. Надеемся, что практические советы ещё раз подскажут детям, как действовать в той или иной ситуации на дороге. И, возможно, уберегут их жизнь и здоровье. В Десногорске в текущем году пятеро детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. И двое из них – ученики младших классов первой школы. 28 ноября на Смоленщине стартовала операция «Чистый знак». Сотрудники госавтоинспекции будут уделять непосредственное внимание пресечению фактов эксплуатации транспортных средств с нечитаемыми регистрационными знаками. Операция продлится до 4 декабря. Шаталовский детский дом отметил своё 55-летие. Десногорцы знакомы с этим учреждением. Мы неоднократно рассказывали о его воспитанниках, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в Шаталовском детском доме созданы все условия для проживания и обучения детей. Но всё же главной целью здесь считают устройство их в семье. Только с начала этого года новых родителей и опекунов обрели 20 детей. У школьников нашего города стало популярным участвовать в квестах. Квест – это приключенческая игра, в которой все команды должны достичь определённой цели путём решения ряда задач. Ученики четвёртой школы в этот раз приняли участие в энергопоиске. Подробности далее. В игре принимали участие пять команд. Всего ребятам надо было преодолеть пять этапов. На каждом участке команда должна была выполнить два задания. За каждый правильный ответ начислялись баллы. О целях квеста нам рассказал аккуратор мероприятия. У нас в школе проходит неделя энергосбережения. Цель этой недели – привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме энергоресурсов. Всё у нас на земле когда-то имеет свойство заканчиваться. В школе мы проводим квест «Энергопоиск», в ходе проведения которого ребята знакомятся с основными способами производства энергии, с альтернативными способами производства энергии. И какие правила энергосбережения необходимо выполнять дома, в школе. После окончания этого квеста ребята получают необходимый багаж знаний и в дальнейшем смогут использовать полученные знания в повседневной жизни. Все команды были настроены на победу. После подведения итогов победители приняли в секретную лабораторию профессора Лампочкина. Смоленский фотограф Дмитрий Вилюнов победил в конкурсе «Русского географического общества. Самая красивая страна» в номинации «Птицы». Фотография сделана на территории нашей области. Теперь у Дмитрия, кроме крупного денежного приза, есть возможность отправиться в экспедицию РГО. Лучшие фильмы Каннского фестиваля можно будет увидеть в Смоленске. С 11 по 14 декабря продемонстрируют мелодраму «Служанка», самый скандальный фильм «Неоновый демон», фильм «Она» и драму «Я, Даниэл Блейк», которая получила золотую пальмовую ветвь. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.